Вот Октубе на пороге мусорного коллапса. Двора многих многоэтажных домов наполняются бытовыми отходами. Такая же ситуация была весной прошлого года. Мусороуборочные компании заявляют, что из-за низкого тарифа и многомиллионных долгов населения у них нет денег на зарплаты, покупку ГСМ и запасных частей. В регионе один из самых низких тарифов в республике – 104 тенге с человека, но 60% населения не оплачивает данные услуги. В результате две из трех организаций по вывозу твердых бытовых отходов уже отказались обслуживать микрорайон на окраинах. Перебои с вывозом отходов наблюдаются и в центре. Представители компании говорят, если условия работы не изменятся, они готовы полностью остановить деятельность. Обещали поднять тарифы, базу данных, уточнить, сколько проживающих оплачивали. За негабаритный мусор, раньше мы его убирали, оплачивали. И размещение на полигоне. Ну вот это размещение на полигоне, они там кое-что сделали, а так остальное ни тариф не подняли, ни за негабаритный мусор. Они все хотят, чтобы вот этот негабаритный мусор, так все это за счет в этом тарифе. А мы не собираем столько денег. Мы не можем поднять ни зарплату, у нас люди уходят. Чтобы избежать мусорной катастрофы, в областном центре создали оперативный штаб. Представители ЖКХ утверждают, что сейчас подрядные организации на безвозмездной основе вывозят мусор оттуда, где его скопилось больше всего. Сколько продлится работа на одном энтузиазме, пока неизвестно. Микрорайоны, от которых отказались две мусоровывозящие компании, закрепили за третий. Ситуацию местные власти будут держать на контроле. Чиновники обещают рассмотреть и вопрос с тарифами. А пока советуют компаниям усилить работу по сбору долгов. Был сбой графика несколько дней. Сейчас два дня они уже приводят в соответствующую норму, убирают территорию. Думаю, что день-два они войдут в свой полный график и ситуация полностью стабилизируется. Продолжение следует...